Привет, это канал IT-муравейник и с вами Александр Артеменко. В предыдущем выпуске я немного рассказывал о том, что хочу использовать фреймворк бетчмаркс для того, чтобы протестировать производительность CommonLisp и понять, подходит ли он для высокопроизводительных веб-сервисов. Я у себя развернул в облаке несколько виртуальных машин для того, чтобы запустить фреймворк и что выяснил? Выяснил, что веб-сервер VOO, который используется в этих бенчмарках, на самом деле не поддерживает такой фичи HTTP, как пайплайнинг, а один из тестов, самый простейший, который отдает плантекстам строку Hello World, как раз использует пайплайнинг. Из-за этого тесты CommonLisp проигрывают многим языкам программирования, таким как Python и PHP и прочим. До тех пор, пока в VOO не будет поддержки пайплайнинга, эти тесты будут показывать плохую производительность, потому что этот единственный тест на плантекст тянет за собой назад в рейтинге все остальные тесты этого бенчмарка. Я также проверил ханчетут, он пайплайнинг поддерживает, но, правда, при этом на нем не работает часть тестов этого бенчмарка. То есть все тесты, которые касаются базы данных, на нем почему-то у меня падают, пока я не смог найти время, чтобы разобраться с этим. А еще один прикол, связанный с бенчмарком, сейчас вам расскажу. Я поднял, значит, в Яндекс.Облаке три виртуалки, а бенчмарк требует того, чтобы... Бенчмарк фреймворков, которые я разворачивал, требует того, чтобы на каждой виртуалке был открыт порт докера, который позволяет этим докерам управлять снаружи. То есть когда запускаешь бенчмарк, он собирает в контейнеры тестируемое приложение, само приложение, которое создает нагрузку, и отдельно в отдельном контейнере он поднимает базу. Вот. И для того, чтобы запустить это распределенно, скрипт бенчмарка подключается к разным нодам, где включен докер, по TCP подключается, и запускает там контейнеры. И все было отлично, но только до тех пор, пока я не увидел случайно, что на всех моих нодах, которые я поднял для теста, CPU загружен на 100%. Но я стал разбираться, сначала подумал, что, возможно, это образ, базовый образ с поддержкой докера, шалит и как-то неправильно сделано, может быть, чем-то загружает CPU. Я пересоздал эти виртуалки, снова их запустил там, тесты. Вот. Через какое-то время CPU usage опять подрос на 100%, причем тесты в этот момент не были запущены. Я стал разбираться и выяснил вот что. Оказалось, что порт докера, который я открывал и привязывал к локальному интерфейсу внутренней сети Яндекс.Облако, торчит наружу. Ну, то есть у моих виртуалок были как внутренние IP-адреса закрыты, так и внешние. В конфиге докера я указывал, что порт нужно открыть и привязать к внутреннему IP-адресу, но сеть Яндекс.Клауда оказалась устроена так, что он просто, видимо, проксирует с внешнего IP-шника трафик на внутренний, и в итоге, когда ты открываешь порт, привязывая его к внутреннему IP, если у виртуалки есть внешний адрес, то порт отказывается открытым наружу. Вот. В итоге, все мои виртуалки, которые я создавал для теста, захватил какой-то китайский ботнет, вот, и стал из них сканировать трафик. В итоге мне пришлось погасить все эти виртуалки, удалить их, и, к сожалению, пострадала моя разработческая виртуалка, которая была частью этого тестового кластера, пришлось пересоздавать ее заново. Вот такая история. Не открывайте порты докера наружу, потому что в докере есть уязвимости, которые позволяют его эксплуатировать. Кстати, я потом в базе уязвимости нашел, кажется, ту уязвимость, которую использует этот китайский ботнет. Ссылочку на нее внизу в описании добавлю. Смотрите там. В чем мораль? Да, я снова развернул этот тестовый кластер, но на этот раз виртуалкам не стал давать внешние IP-адреса, чтобы снова ботнет не проник туда. Кстати, я специально для теста сделал отдельную виртуалку, на ней точно так же, таким же образом открыл порт докера. Прошло примерно около часа, прежде чем на ней появилась какая-то непонятная активность. То есть, ботнет за час отсканировал мою виртуалку, понял, что на ней открыт порт докера, загрузил туда вредоносный код и начал что-то активно сканировать с нее. Там появился почему-то, на этой виртуалке появился Redis, автоматически установился, а процессы, которые сканируют сеть, даже команды PS или Netstat не показываются. Видно только через Netstat, что открыто тысяча коннектов куда-то наружу. И все. Вот. Так что мораль всей басни такова, что дыры есть везде, в докере в особенности порты открывать наружу ни в коем случае нельзя. Я продолжу свое копание с Network, с бенчмарком фреймворков. Возможно, попробую реализовать в поддержку пайплайнинга. Ну и еще, конечно, интересно разобраться, почему тесты, которые я сделал для Ханчин Тут, не проходят часть проверок бенчмарка. Возможно, это стоит тоже починить и сделать более полноценный бенчмарк Common List библиотек, связанных с вебом. Ну а на этом у меня все. Всегда был рад с вами пообщаться. Пишите свои комментарии, идеи внизу. Ну а на этом у меня все. Ну а на этом у меня... Ну а на этом у меня все новости. Пишите свои идеи в комментариях, ставьте лайкусики, подписывайтесь и смотрите основные видео с канала. Пока. Всем Леспа в ваши сердца. Субтитры сделал DimaTorzok